Есть один способ в мире, другого не существует. Это отмена налогов с себя, со своих предприятий, со своей страны. Вот тогда государство живет, тогда заживет каждая семья. Любая страна, которая снимала налоги с себя, со своих граждан, стремительно богатела. Не государство богатело, а граждане богатели. Никогда еще у украинцев не было мечты быть богатыми. Всегда была мечта выживать, сохраниться, хоть что-нибудь купить детям, хоть где-нибудь учиться. И впервые партия 5-10 ставит другую цель и задачу. Украинец должен быть самым богатым в мире. И способ есть, способ простой. Отменить налоги с себя, со своих предприятий. 40 лет пожить без налогов, разбогатеть, а потом уже решать, вводить эти проклятые налоги или нет. Проблема нашего государства в том, что нас всех загнали в тень. Никто этих проклятых налогов не платит, потому что все прячутся. Мы все живем вне закона. 70% предприятий работают подпольно. Никто этому воровскому государству уже давно не платит налоги. Только государственные предприятия, на которых сидят их люди и распределяют денежные потоки. У них великолепный договорняк Порошенко и Яценюк. Это дети воров и сами воры. Они воспитались в номенклатурных семьях еще советского периода. Сейчас, спустя 24 года независимости, они захватили всю власть в Украине. И что они делают? Обкладывают вас с налогами. Каждый из вас, даже если не работает, даже если пенсионер, даже если вы инвалид, вы идете в магазин и с вас берут 20% НДС. С вас берут пошлины. Украинцы ездят на самых дорогих автомобилях в мире, потому что они платят в два раза дороже из-за этих проклятых пошлин и НДС. Вы не можете распоряжаться собственными деньгами, потому что в обменных пунктах с вас просят паспорт. Вдумайтесь, насколько вы свободны. Фактически украинцы сейчас рабы этого государства. И как рабам им дают возможность только высказаться, но не влиять на процесс. Впервые поставлена задача партии 5-10. И четко написано на знамени, что должно быть в Украине, какой налоговый кодекс. Мы хотим побыть самой свободной страной мира. И на этом заработать каждому гражданину Украины. Потому что американцы до 1904 года не имели налогов и стали сказочно богатыми. И только с 1904 года начали вводить налоги на своих граждан. И сейчас многие штаты в Америке живут без налогов. Это самая богатая страна в мире. Швеция до 1971 года была без налогов, стала аномально богатой. Ее граждане самые богатые в мире. И только с 1971 года они ввели большие налоги. Если мы пойдем в Европу с голым задом, мы будем подметать им подъезды. Потому что мы бедные. Очень простой способ обогатить граждан любой страны в мире. Это отменить с граждан налоги. Дать возможность им открыть бизнес. Дать возможность детям зарабатывать деньги. А самое главное, это пустить деньги в свою страну. Потому что беда нашей страны в том, что деньги, мировые деньги, не едут в Украину. Их здесь изымают. Их изымает Порошенко, Гонтарева, Яценюк. Они охотятся за вашими деньгами. Лезут в ваш карман через налоги. Грабят вас фактически. А потом перераспределяют на то, что им надо. Этот бюджет. На самом деле, программа партии 5.10 состоит в том, что мы хотим, чтобы вся Украина стала аномально свободной страной 21 века. И это единственный способ выйти из той кромешной средневековой нищеты, куда нас погрузило это государство. И дело не в Яценюках, и дело не в Порошенках, и даже не в Януковиче и Ющенко. Обратите внимание, при Кровщуке хреново, при Кучме очень хреново, при Ющенко, на которого надеюсь, опять хреново, при Януковиче не выдержали нервы, так было хреново, пришел Порошенко и опять хреново. Да что ж такое, проклятие на 25 лет. А значит, украинцы просто не поняли. Нация не встала с колен и не стала желать себя. Да, мы научились кричать банду гэть, но мы не научились кричать отмените с нас налоги, дайте нам жить, дайте нам свободы, дайте нам быть богатыми. В этой системе ценностей, которая породила это государство после Советского Союза, 400 тысяч чиновников, нельзя с ними договориться. Я уже давно перестал договариваться, я здесь живу и работаю предприниматель в Киеве, я уже давно не обращаю внимания ни на какие кодексы. Я живу свободной жизнью, стараюсь сделать так, чтобы они меня не видели. Я живу как все в тени, но это плохо для бизнеса, потому что настоящие большие деньги в десятки, сотни раз больше не идут в Украину. Честные компании Европы, Америки не едут в Украину. Почему? Потому что они читают сводку, очень простую, и задают вопрос, а какие налоги в Украине? 20% НДС, 18% налог на прибыль, 18% на зарплату, 40% отчислений, сот взнос. Бог знает какие пошлины, а заодно и казнокрады. И это все встречает любой бизнес. Любой бизнес отсюда бежит. Кроме того, нам с вами, гражданам Украины, на своей родной земле, не разрешают свободно пользоваться своими собственными деньгами. Пытаются обложить налогом даже зарабительщин, как и выехали туда, за кордон, чтобы выдувать свои семьи. И их разрывает национальный банк. Вот до чего довели нашу страну. Просто должно прийти ваше понимание всех граждан. Объединить усилия с одной целью. Иметь всегда эту картинку перед собой. Великолепное европейское государство, самое богатое в мире. А значит, аномально свободное. Живущее без налогов, с открытыми границами, нейтральное, зарабатывающее и дающее зарабатывать своим гражданам. Когда нам задают вопрос, а хватит ли 5% в бюджет, хватит с головой, только увольте 90% чиновников. Не занимайтесь экономикой. Продайте 3,5 тысячи предприятий государственных, которые являются порождением коррупции. Любое государственное предприятие с чиновником, которое занимает за 2 тысячи гривен там пост, это коррупция. 3,5 тысячи коррупционеров расплодили. 400 тысяч чиновников каждый день выдаивают из ваших карманов. А в результате вы не имеете ни бесплатной медицины, будете платить. Не имеете бесплатного образования, будете платить. Мы не имеем ничего от этого государства бесплатного. Но, значит, выход один, то, что сделал Гонконг, Сингапур, Дубай, Швеция, Швейцария, страны, которые отказались от налогообложения своих граждан. Америка в 19-18 веке. Да даже тот же самый Байден, который сюда приезжал и говорил, что налоги надо платить, пусть вспомнит, что Америка и его предки, которые сделали его богатым, сделали его платформу богатой, предки Байдена не платили налоги в 19-18 веке. Потому что Америка была самой свободной страной мира. И именно поэтому стала сказочно богатой и сказочно сильной. Именно поэтому мы везде выступаем, партия 5-10. И нас все больше и больше объединяются с одной целью. Отменить налоги с граждан Украины. Гражданин Украины, родившийся на этой земле, не должен платить никаких налогов. Он должен зарабатывать деньги себе, своим родителям, своим детям. И этих денег должно быть много. Партия 5-10 на своих знаменах написала 5% с продаж и 10% социального налога. Этих денег с головой хватит государству на его содержание. Но у нас будет главное. У нас будет ВВП не 80 миллиардов, как сейчас. А в прошлом году было еще 180 миллиардов. Они опустили экономику налогами вдвое. На сегодняшний день мы вообще не можем выплачивать зарплату с таким ВВП. Потому что Украина уже давно ничего не выпускает. Украина не дает миру ничего. Кроме олигархов, проституток, безработных. И гуляет по миру. Украину прославилась только тем, что есть здесь дешевая рабочая сила. И сюда можно приехать и позабавиться. На самом деле, тысячу лет на этой территории творится вселенская несправедливость. Тысячу лет назад импорт с этой территории был зерно, рабы и руда. На сегодняшний день импорт с Украины. Зерно, рабы в виде рабочей силы и руда. И больше ничего. Ни машин, ни станков, ни IT. Ничего мы не производим. Почему? Потому что мы сидим в глубокой тени и не можем вести нормальные бизнесы. Мы не получаем длинные деньги от Евросоюза. Мы получаем подачку от МВФ. Это подачка, чтобы мы не свалились в дефолт. Это подачка правительству, чтобы они еще сидели. И только одна причина, что они удерживаются у власти. МВФ им дало деньги. Но деньги МВФ никогда не доберутся до карманов граждан Украины. Это деньги государства. И государство их сожрет. И не даст ни копейки никому. Потому что оно пробивает опять тот же самый налоговый кодекс. Мы притащили сюда налоговый кодекс. Чучело премьер-министра. И собираемся его сжечь. Торжественно здесь. Они там в парламенте все время говорят, что у них есть два законопроекта и два кодекса, которые они рассматривают. Бестолковый кодекс ЕРСК 2020-2020. Вдумайтесь, вы же простые граждане. Вы завтра опять пойдете в магазин после этого кодекса и наткнетесь на чек. И там будет 20% НДС. Там появится еще 20% к цене налог на прибыль. Там появятся все вот эти двадцатки в вашем чеке. Но вам об этом не сообщают правительства. Правительство сообщает, что у нее все улучшилось. Знаете, что у нас сейчас происходит? Массовое унижение украинцев. Более того, украинцев стравливают между собой. Граждан натравливают на бизнесменов. Бизнесменов на граждан. А во главе всего этого вертеба стоит государство, которое не может нажраться. Не мог нажраться Янукович. Не может нажраться Яценюк с Порошенко. Поверьте мне, они поделили потоки. В этом вся порочность. Они поделили одному банк такой, другому банк такой. Ты отвечаешь за Укуспирт, я за Одесский Припортовый. В общем-то, эти два вора и сына воров, потому что это дети номенклатуры, привыкли жить двойной моралью еще с советского периода. Они всегда обворовывали эту территорию. И им не важно, что здесь было. Советский Союз, Кучмина эпоха или современная Порошенковщина. Одно и то же остается у нас. Поэтому мы с вами вместе сегодня торжественно сожжем этот налоговый кодекс. И поклянемся друг другу, так как государство наш экономический враг, ни копейки врагу, не платите налоги врагу, потому что вы поддерживаете семью Порошенко и семью Яценюка. Вы кормите всю эту свору. И любая уплаченная копейка этому государству, это сговор с этим государством. А нам надо его уничтожить, потому что в том виде, в котором оно существует сейчас, оно не имеет права на существование. Вместе с вами и сожжем кодекс, и чучело премьер-министра уже повешенного, и поклянемся идти до конца. Правильно. Итак, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Если у свободы нет возражений, вот если я перейду на экономические лекции, на украинские, это будет жесть. Убрать со всех постов и желательно не выгнать из Украины, а посадить. Слава Украине! Слава нации! Яйценяку! Арсений Петрович! Другий Янукович! Арсений Петрович! Мы приступаем к сжиганию налогового кодекса Украины Яречка, а также налогового кодекса Украины Южаниной. Фактически воровского налогового кодекса Украины. Яйценщики! Фит аплодисмент! Активисты поддерживали, вместе со свободой сожгли налоговый кодекс Украины. Мы больше не будем жить по этому налоговому кодексе. С дольем огнем! И все вместе! Волошов! 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 Вид огня всегда завораживает. Как-то хорошо. Обратите внимание на два налоговых кодекса, который горит в 700 страниц. И на знамена партии 5.10. Вот весь налоговый кодекс. 5% с продаж и 10% социального налога. Больше в Украине должно быть ничего. Ни хошлим яйценяку! 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 Кулю в лоб! Кулю в лоб! Как кулю в лоб! Кулю в лоб! Как кулю в лоб! Кулю в лоб! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Кулю в лоб! Как кулю в лоб! Партия! 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 Я так понял, кроличатину будут готовить? У нас самая веселая нация в мире! Мы быстро можем сжечь и кроликов, и Януковича выиграли! Они следующие! А значит следующие! Вся казнократская система вместе с налоговым кодексом! Гори, Сеня! Гори! Сеня Жареный! Да, Сеня! Гори! 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 Революция продолжается, товарищ Сеня! Кролик! Кролик посыпался! Кролик! Все! Упал! Отлично! Дорогие мои! Родные сограждане, соплеменники! Начинаем думать о том, как жить хорошо, плохо мы уже пожили Начинаем думать, как исправить все Свет в конце туннеля есть Это полная свобода на территории Украины Для передвижения товаров, денег и людей И именно в этом залог вашего успеха, ваших заработков Освободить себя от налогов Считайте программу партии 5.10, присоединяйтесь к ней лично У нас должно быть миллионы, чтобы сломать Гидри голову Зарабатывайте! Слава Украине, товарищи Мы бачим, у нас столько вопросов, куда был Яценюк Равакова Мы бачим, какой антисоциальный украинский проводит Мы бачим, какой право-войный грязь Выбываете с боку министерства, на члене заварки Расшири! Все финансовые потоки Украины Разделили их между Порошенко и Яценюком А по сути между бандой Порошенко и бандой Яценюка Которые представлены в парламенте своими людьми Менеджерами, служащими, секретаршами, водителями И эти люди, конечно, никаких реформ делать не будут Потому что главная их задача зарабатывать хозяину деньги Поэтому нам, возможно, в Украине предстоит долго кричать «Банду Эть!» Но на самом деле украинцам, как нации, чтобы стать в колен Надо иметь потрясающую мечту Потрясающую веру в будущее В общем-то, четко сформулировать не то, что мы хотим прогнать А что мы хотим получить в результате этого И вот партия 5.10 предлагает простой метод, который испытан тысячелетием человечеством Любая территория, которая осваивалась свободными гражданами И там становился свободный рынок Открытые границы, свободное передвижение товаров, денег и людей Молниеносно граждане таких стран становились крайне богатыми Напомню, что Америка до 20 века не имела налогов А в результате они стали сказочно богатыми Многие страны до сих пор живут без налогов И ведут роскошный образ жизни И граждане благодарны своим правителям Начинается акция Яценяка на Галяку Яйценяку Геть коррумпованный уряд Геть Яценюка Геть Яценюка Геть Яценюка Революция 5-10! 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 Они и чай никто не брал. Надо было взять. Ну что, покормили кроликов? На самом деле такая забава наших граждан кого-нибудь прогонять. Но пора начинать нации думать. Пора нации начинать думать о своих детях, о своем будущем. Пора нации начинать мечтать о своем благополучии. Пора нации ставить цели для себя, для своей семьи, для своей родины, на которой вы живете. Чтобы эта земля действительно стала процветающей. Чтобы эту землю насытить деньгами наконец. Чтобы эта земля носила в конце концов богатую нацию. Чтобы в мире появилась нация, которой аплодируют другие народы. И это и есть революция 5-10. Мы подождем, пока свобода устанет. Я, наверное, никогда не перебью их интеллектуальные кричалки. Самое интересное, что лозунг партии свободы не изменился со времен Майдана. Банду ГЭТ было тогда. Банду ГЭТ сейчас. Банду ГЭТ завтра. Банду ГЭТ послезавтра. Банду ГЭТ через сто лет. И до чего тогда банькаемся? А когда мы скажем себе. Хочу быть богатым. Хочу быть знаменитым. Хочу денег. Хочу свободную страну. Вот тогда нация начнет подниматься. А пока только ГЭТ.